Всем привет! И в этом выпуске мы разберемся, почему Испания не захватила Португалию за всю свою историю. Даже если бы Португалия и Испания были частью союза в какой-то момент, и даже если бы Испания вторглась в Португалию в наполеоновский период, португальские земли не были бы побеждены и присоединены к Испанскому королевству. Единственный материковый сосед Португалии Испания – более большая страна. Несколько столетий назад Испания была одной из крупнейших держав, расширяясь в Новый мир и в Азию, имеющая большие колонии за рубежом, охраняемые своими невероятными армией и флотом. Учитывая их прежнюю власть и имея меньшего соседа, загнанного в угол на Атлантическом побережье, мы можем спросить себя, почему Португалия не была завоевана Испанией? Иберийский полуостров был известен как Хиспания, имя дано римлянами, однако после падения Западной Римской империи, территория была освоена племенем Бестготов, которые в конечном итоге правили всем полуостровом, но это было временно. Их новый дом будет завоеван в следующий период новой силой, появляющейся издалека, начинающая из религиозного движения и с жаркой Аравийской пустыни, которая быстро распространялась в основном из-за ранних военных успехов против восточных римлян и персов. Арабские династии расширялись все больше с огромной скоростью, достигая берега Атлантического океана к концу 7 века. В этих империях религия была принята среди все большего количества людей и стала доминирующей в халифатах. Считается, что Хиспания была одной из бывших римских провинций с латинским языком в культуре, и 30 апреля 711 года мусульманин генерал Тарик Эбензияд прибыл в Гибралтар. К концу своей кампании большая часть полуострова попала под исламское правление. Ислам присутствовал в Испании со времен завоевания Амияда в 8 веке. Как и в других местах халифата, многие другие жители приняли ислам. Многие мусульмане, что жили на Иберийском полуострове, назывались Аль-Андалусами. Они были арабами. Это берберы или местные жители, которые приняли религию. Даже если бы династия Амияда врухнула, части полуострова все равно бы держали мусульманские династии. В последующие века мусульман жила в испанской части больше, чем в португальской. И первой нацией на Иберийском полуострове стала Португалия. Она возникла раньше, чем Испания, и она сформировалась как королевство в 1128 году. Это произошло после победы в важной битве, при усилиях Афонсо Энригеса, который провозгласился королем Португалии в первой половине 12 века. Это было частью реконкисты. Он был признан в 1143 году королем Леона, Альфонсо VII и в 1179 году самим папой римским. То, что мы знаем как Испания, началось с союза короны из Кастелии и Арагона в 1479 году. Хотя этого не было до 1516 года, пока они заполучили единого короля. Но здесь что-то интересное. В войне Кастильского отделения Португалия поддерживала Йоханну, жену короля Португалии, и Арагон поддерживал Изабель, жену будущего короля Арагона. Мы можем это рассматривать как ключевой момент в истории, потому что Изабелла была признана королевой Кастилии. Если бы Джоанна выиграла, Португалия и Кастилья были бы объединены, и Арагон мог остаться независимым королевством. До тех пор, пока слово «Хиспания» обозначало географическую локацию, находящуюся исключительно на Иберийском полуострове, Конституция 1876 года впервые принимает имя Испания. Португалия, Кастилья и Арагон были союзниками в реконкисте, в которой они разведывали землю от мусульманских мавров, расширяясь к югу Иберийского полуострова. Реконструкция Португалии была полностью достигнута к 1249 году, пока Кастилья закончила свою реконструкцию в 1492 году. После первого испанского путешествия Христофора Колумба в Карибское море в 1492 году, оба государства начали приобретать территорию в Новом мире. В результате договора 1494 года Португалия обрела наиболее потенциально важную колонию – Бразилию. В 1578 году король Себастьян из Португалии погиб в битве Эльса-Керкебер против марокканцев и турков, не имея наследника короля, его сменил великий дядя Генри, который царствовал до самой смерти. У Генри тоже не было наследников, и его смерть вызвала большой кризис преемственности. Основные претенденты на португальский трон были Филипп II из Испании и Энтони Прейер Кредо. После победы Испании в войне за наследство португальцев, Филипп из Испании был коронован в 1581 году, начав личный союз между двумя нациями, известный как Иберийский союз. Порождая упадок Португальской империи в период союза, Иберийский союз просуществовал почти 60 лет до 1040 года, когда португальцы восстановили свою страну после войны против Испании, и Португалия воссоздала династию. В войнах XVIII века часто боролись большие силы, чтобы поддерживать европейский баланс власти. Даже если Испания и Португалия обычно оказываются против друг друга, португальцы по давнему союзу сдружились с Великобританией, в то время как Испания со всей бурбунской семьей подружились с Францией. В 1762 году во время Семилетней войны Испания начала неудачное вторжение в Португалию. В 1777 году произошел конфликт между двумя государствами из-за границ между их колониями в Южной Америке. В 1801 году произошла война апельсинов, в которой испанские силы под влиянием Франции напали на Португалию и вторгли с нее. Это стало началом полуостровных войн. В результате договора о багаже Португалия теряет территорию в Оливензе, а также в конечном итоге Испания готовит почву для полного вторжения на Иберийский союз своими и французскими войсками. В 1807 году король Испании и его французские союзники успешно вторглись в Португалию, однако французы решили взять на себя обе страны, свергают короля Испании и принуждают португальскую королевскую семью бежать в португальские колонии – Бразилию. Испания и Португалия впоследствии впервые стали союзниками за все эти века, и в союзе с Британией им удалось избавиться от французов. Франция нанесла большой урон по испанской и португальской экономикам, но это было не все, их репутация была ухудшена, обе потеряли свои американские колонии почти сразу после окончания полуостровной войны, которая сильно ослабила их глобальную власть. После их европейской борьбы, в которой короли были свергнуты, их колониальные империи в новом мире рухнули. Колонии были в выгоде от внутренних проблем, и через некоторые войны за независимость большая часть нового мира была потеряна в следующее десятилетие. После падения Наполеона, обе страны были близки к войне несколько раз в начале XIX века. Португалия и Испания были сильными морскими державами еще в XIV веке. Португалия изначально была в состоянии исследовать область перед Атлантикой. Успешно делая это, она обнаружила, что Арабская Африка – крупнейший в мире источник платных верблюжьих караванов через пустыню Сахара. Но хоть Испания и Португалия были соперниками, их внимание не было сфокусировано на европейские земли. В эпоху Великих Открытий богатства приходили из-за границы, и Испания и Португалия были сосредоточены в поиске новых земель для торговли. Новые товары, которые пришли из Азии или Америки, плыли к европейским рынкам. Также огромное поступление американского золота было важно для испанской экономики. Создавая эти торговые сделки, Испании приходилось защищать свои заморские владения. Начиная с 19 века, лишь мало планов по объединению Португалии и Испании были сделаны. Кто-то пытался распространить идею иберизма в Португалии, дабы создать семь конфедеративных республик – пять в Испании и две в Португалии. Две испанских республики имели планы вторгнуться в Португалию или создать идею Иберийской республики или Иберийский союз. Даже первая испанская республика разработала федеральную конституцию, чтобы присоединить Португалию. Вторая испанская республика разработала план вторжения в Португалию во время гражданской войны в Испании. И это не удалось. Португалия в основном холмиста и не очень выгодная страна для завоевания, даже если бы было несколько попыток. Конечно, было много важных моментов, которые могли изменить историю этих двух стран. С учетом исторического контекста, в котором обе страны были созданы и как события разыгрывались на протяжении многих веков их существования, причин того, что Португалия не была завоевана Испанией много – отсутствие большого интереса, Испания была сосредоточена на колониях, дипломатия Португалии в некоторых моментах, решения которой повлияли на Иберийский союз или предыдущий союз Кастилей и Арагона, и испанские внутренние проблемы, а также другие внешние факторы создали такие обстоятельства. А на этом все. Пишите, какая страна на ваше мнение круче – Португалия с ее постоянной борьбой за самоидентичность, или Испания, которая открывала новые земли и привносила в Европу кучу технологий. А также, если вам интересен маппинг и кантриболлс, то подпишитесь на канал UkraineBowl, там каждую неделю выходят видео о альтернативных историях Европы. Впрочем, вы можете все увидеть сами. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok